Следующий бой Эмил Мик, Бартуш Фабински и здесь возвращение Фабински. Я замечу, что некоторые могут не знать этого парня, потому что свой последний бой он провел аж в 2015 году. После этого у него был вот такой вот простой по причине травмы. В UFC два боя у него есть, две победы решением. Гарретом Маклеллан он выиграл и Гектора Урбину, очень и очень показав неплохие свои борцовские навыки. Вот, но сейчас после, ну, такого длительного, достаточно простоя, после травмы ему будет просто противостоять весьма, ну, по моему мнению, неплохой боец. Эмил Мик, который в UFC на данный момент проиграл два боя, выиграл Джордана Мэйна, но в крайнем бою проиграл, ну, нынешнему проспекту. Комару Усману, который, как мы помним, любит драться не на 100% от своих возможностей, вот, но в любом случае Комару этот бой выиграл. Далеко, конечно, не самый зрелищный, но, тем не менее. И вот сейчас Эмил Мик идет у нас фаворитом за 1,57, в Фабинске 2,35. Ну, собственно, Андрюх, что думаешь, вот такой матчап? На самом деле, я часто замечаю такие комментарии по поводу, говорят, насчет Бартоша Фабински, мол, что за чувак-дебютант, что, как бы, он из себя представляет. Ну, на самом деле, это не дебютант, он уже, как ты сказал, провел два боя в UFC, и по какой-то причине очень долгое время отсутствовал. Ну, яркими боями он запомниться не смог, но при всем при этом показал очень серьезную физическую силу и очень хорошие тейкдауны. И, по большому счету, это достаточно сильно контрастирует своего статистика, поскольку там превалируют досрочные победы, а именно нокаутом. Но именно в UFC он показывает непосредственно больше свои борцовские навыки. Его соперника, я думаю, представлять не надо. Это очень эффектный норвежский боец, Эмил Мик, который предпочитает вести бои в стойке, прямо, скажем так, рубиться просто до последнего и пытаться до конца боя нокаутировать своих оппонентов. Несмотря на то, что с Комару Усмана бой он проиграл, как мне кажется, смотрелся он там очень неплохо, весьма хорошо защищался у сетки, и в каких-то моментах очень серьезно попадал по Усману, которого меняло в такие моменты. Ну, пусть он там выступал на 30% или на 29,5%, как он там говорит, но мне тот бой понравился, и для такой огромной разницы в борцовском опыте, мне кажется, выступление Мика было достаточно неплохим. Больше всего я удивлен, каким образом этот бой оказался в прилимах, и почему он не в мейнкарде. Это очень странно, зная популярность Эмила, и там есть гораздо более скучные бои и неинтересные. Но в любом случае, я думаю, что он сможет противопоставить в борьбе Фабинске свой тейкдаун диффенс, который, как я уже сказал, был весьма-весьма неплохим. Ну, а в стойке, я думаю, что он будет иметь преимущество, и в ударной мощи в том числе. Ну, я не знаю, правда, победит он нокаутом или решением, но мой выбор склоняется в его сторону. Ну, Мик однозначно, конечно же, будет лучше в стойке. Здесь все-таки будет, как мне кажется, вопрос в борьбе, который обязательно Фабинске будет стараться применять. Но, конечно же, никакой здесь уверенности нет у меня лично, потому что все-таки достаточно такой был длительный, простой у этого парня. И учитывая вот эти факторы, я здесь скорее тоже, наверное, к Эмилу Мику склонюсь. И, опять же, согласен с тобой, он реально очень себя все-таки неплохо показал против 30% Комару Усмана. И, мне кажется, очень у него здесь хорошие шансы. Ну, а... Думаю, может быть, закончится очень быстро. Там Фабинский с первых секунд побежит делать тейкдаун, и Микму насует локтей в затылок. Или по виску, как он это обычно любит делать. Может быть, это... Да, было такое, да. Ну, в любом случае, что касается Фабински, ну, собственно, мы посмотрим этот бой, и уже некоторые выводы тогда сделаем. Да, в принципе, для меня это один из самых интересных боев с турнира вообще. И поэтому его я буду ждать, наверное, в первую очередь. Ну что ж, тогда мы перейдем к следующему бою. Ник Хейн, Дамир Хадзович. И здесь я отмечу, что Ник Хейн дрался, ну, в принципе, совсем недавно, на самом деле. Крайний бой у него был в мае. Он проиграл Дави Рамосу с Абмишном уже в конце первого раунда. И еще замечу такой момент, что этот бой у него был после простоя. И этот простой был связан с травмой. Ну вот, немножко неудачное получилось возвращение. Но, в любом случае, вот сейчас ему дан второй шанс в соперниках Дамир Хадзович. Этот парень уже провел в организации UFC некоторое количество боев. Но из этих трех боев он, к сожалению, два проиграл. Майербек Тайсумов его нокаутировал. В крайнем бою его выиграл решением Алан Патрик. Так, между этими боями также у него была встреча с Марчином Хелдом, который он сумел выиграть на седьмой секунде третьего раунда. Ну, таким достаточно жестким нокаутом. Но, конечно же, здесь стоит заметить, что он однозначно этот бой проигрывал. И проигрывал просто в одну калитку. Но вот получилось у него встретить Марчина и закончить этот бой. Ну, собственно, здесь у нас коэффициенты следующие. Ник Хейн идет за 1,53. Ну, учитывая, что, скорее всего, он будет, наверное, проявлять свои борцовские навыки. Ну, у Ханзовича есть некоторые, конечно, с борьбой проблемы. И Ханзовича здесь выставляют андердогом за 2,5. Андрюк, как ты считаешь, здесь вот очевидный исход? На самом деле, Ханзович является весьма таким недурным ударником. У него очень хороший кикбоксинг. И в этом смысле он может достаточно серьезные проблемы доставить оппоненту, поскольку он выше, у него длиннее руки. И в целом, антропометрически он гораздо более крупный боец. Но при всем при этом его тейкдаун диффенс и в целом борцовская защита являются просто, ну, наверное, самой слабой его стороной. И тут все зависит от Хайна непосредственно. Если он захочет выиграть этот бой, то он будет налегать на свои дзюдоистские навыки, которые у него имеются из прошлого. И, соответственно, контролировать своего оппонента. Если же он захочет еще одно поражение в свой рекорд, то будет биться с ним в стойке и проиграет решением, я думаю, достаточно уверенно. Но все-таки, я думаю, парень он не глупый и, скорее всего, будет бороть своего оппонента. И это принесет ему победу единогласным решением. Да, я полагаю, что Ник Хейн, конечно, здесь однозначно должен применять свои борцовские навыки. И если у него это получится сделать, то, в принципе, у него здесь просто все шансы выиграть бой, как мне кажется. Ну, а мы перейдем к мейнкарду. Продолжение следует...